привет сейчас мы сделаем пакет трейсер 1351 полная настройка беспроводной сети и так давайте начнем что нам тут нужно сделать первым делом давайте настроим home роутер так я буду примерно идти по всем шагам но если что-то не точно вы надеюсь это поймете открываем home wireless роутер интерфейс открываем и начинаем настраивать что нам тут нужно настроить так смотрим open home роутер одна не буду читать я просто сейчас это сделаю так во первых ставим не статик одеющийся приставим готова теперь здесь на 5 адрес меняем на 6 так потом маску под сети меняем на 202 как стоп где на 224 нам нужно маска 224 ставим маску 224 а потом старт айпи 3 максимальная 20 и dns-сервер ищем вот тут вот днс-сервер давайте лучше по порядку 5 тушенок копировать не выйдет так 10 100 100 70 100 252 252 этого так дальше что дальше сохраняем конфигурацию внизу есть сейф с 1 нажимаем и получаем 13 процентов этого дальше мы продолжаем настраивать этот же роутер заходим в вкладку wireless здесь ставим name вот тут вот мы берем home network вот соседи home и сейчас копируем все home с соседи так и на им был ставим здесь ставим 6-24 так здесь авто а тут все выключено хорошо сохраняемся настройки и у нас теперь 17 баллов готова так дальше опять-таки продолжаем настраивать эту часть заходим в варилась security 24 ставим vp2 personal пароль мы здесь видим cisco 123 у нас такой пароль везде будет сейчас все лучше скопирую чтобы он точно скопировался скопирую нам он не раз понадобится так пароль cisco 123 и сохраняем все сохранилось 20 балл так теперь administration заходим здесь ставим роутер password тот же самый cisco 123 готова и все опять-таки сохраняем внизу всегда готова роутер мы настроили теперь нам нужно подключить вот эти вот три устройства к нему заходим в ноутбук desktop pk wireless connect refresh нажимаем у нас здесь появляется вот home ssid нажимаем connect и подключаемся к нему пароль вводим скопируем наш cisco 123 и подключаемся все видим у нас появилась полосочка что она подключилась готова можем лоб там закрывать теперь подключаем смартфон заходим в конфиг смартфона а здесь ставим wireless 0 заходим вот здесь вкладочка ssid у нас home ssid да просто вручную нужно писать ssid home ssid здесь ставим галочку в по песке и вводим пароль готово все здесь ничего сохранить надо просто закрываем сейчас они должны подключиться все видим подключилась можно нажать фастфорвард кнопочку теперь точно так же настраиваем планшет конфиг wireless home ssid в по 2 поиски и вставляем пароль готово 34 процента у нас есть теперь нажимаем так он у нас не сходится значит мы что-то не так написали так wireless а айди маленькими айди вот ssid большими все закрываем 40 процентов у нас есть нажимаем фастфорвард подключилась все на этом этапе у нас 40 процентов мы настроили все home устройства а дальше нам нужно настраивать вот это вот устройство и подключать к нему два варлес хаста давайте начнем чтобы его настраивать нужно зайти с enterprise админа здесь десктоп веб-браузер и копируем здесь где vlc1 ip-адрес вот такой вот ip-адрес копируем его вставляем go и здесь у нас идет и теперь ставим https вот ставим еще тпс request timeout ok все прошло логин если она у вас не проходит закройте и попытайтесь еще раз подключиться нажав кнопочку фастфора так юзернейм админ пароль админ 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 подключаемся и все мы зашли в настройку л и пи один и давайте его настраивать что нам тут нужно нужно найти нужно точнее зайти в нет ничего сейчас вспомню а в контроллер и здесь есть интерфейсы интерфейсы и здесь нам нужно добавить новые интерфейсы так вот здесь от кнопочка new можно еще пролистать на увеличил new интерфейсный и так все это у нас тут снизу написано давайте листать вот интерфейс и name vlan 2 копируем вставляем 1 2 apply ждем и теперь у нас сразу заходит его настройку я уменьшим так порт номер один вилан идентифир уже стоит нам осталось айпи адрес ввести маску под сети дефолт готовой это rtr 1g 0 2 адрес смотрим его вот тут вот вот он копируем вставляем и то же самое в dhcp сервер вот так вот все это вся настройка теперь нажимаем сверху apply окей подтверждаем все это мы настроили нажимаем back давайте сохраним еще конфигурацию всякий случай все фигурация сохранили и здесь опять таки листаем вправо еще одну добавляем интерфейс вилан 5 вилана идеи 5 apply так менять на смотрю но по сути не так важно потом и он 5 1 5 порт номер один так копируем айпи адрес маску под сети как и в прошлый раз и дефолт готовой также берем только теперь здесь был два а тут теперь пять вот этот он берем из там 1 1 тут 5 1 его вставляем и сюда и сюда как обычно все опять-таки нажимаем apply окей save configuration окей все фигура шин сэйф видим у нас здесь появилось два наших интерфейса новых дальше нужно зайти в контроллер и здесь нажать dhcp сервер dhcp scope заходим вот сюда и здесь вот кнопочка new она закрыта но не так важно все scope name это мы сейчас находимся вот тут вот scope name management копируем apply теперь заходим в настройку этого нового созданного dhcp пула и вводим айпишники стартовый и конечный секунду здесь все данные к счастью даны не нужно ничего выискивать в таблицах маска так маска не скопировалась и дефолт роутер вот сюда вот где дефолт роутер с 1 вводим apply все у нас сохранился dhcp scope дальше сохраним конфигурация на всякий случай дальше ok security находим security security и не нажимаем ждем загрузку так а индекс проверить и оставляем один сервер адрес а стоп это не он секунду вот хочет копироваться ну ладно так сервер адрес айпи shared secret и сюда и сюда одинаковое так готово apply окей теперь мы заходим в менеджмент с нмп нет trap пассиверс и трап ресиверс нажимаем и нажимаем new name вилан и айпи адрес опять не хочет копираться вот черт и айпи адрес статус enable apply загружается готово вы можете следить кстати за баллами вот сейчас уже 71 балл хорошо это мы настроили отправку логов теперь дальше нам нужно строить еще две сети заходим в виланс и нажимаем видит открыт не нажимаем go сейчас у нас будет создаваться новый вилан так варивался вилан ту секунду вот так вот про файл на им соседи найм с одним вам хочет копироваться нормально так все и айди здесь выбираем 2 готова apply и сейчас нам нужно его еще до настроить и так интерфейс вилан 2 чем она так про файл нэйм а интерфейс вот тут выбираем вилан 2 так интерфейс вилан 2 security пароль cisco 123 скопируем его security здесь выбираем в по плюс в по 2 и здесь ставим на пск и здесь вводим пароль cisco 123 все и еще нам нужно нажать advanced пролистать вниз и здесь выбрать две вот эти вот галочки а еще забыл в security тоже вот по два полисе поставить галочку apply все сейчас она у нас все готово теперь делаем back и добавляем еще один только теперь вилан 5 create new go wireless вилан 5 так с пробелом скопировала копируем вставляем ssd ssd 5 id 5 ставим apply дальше интерфейс вилан 5 ставим для этого мы их перед этим и создавали вилан 5 айди 5 стоит а я забыл еще в первом статус она был поставить сейчас вернемся поставим ставим статус enable везде так статус на и был поставил айди 5 так security заходим здесь выбираем в по 2 и здесь ставим 82.1 x опять-таки утверждаем полиси так теперь и и серверс выбираем сервер который у нас уже задан мы его перед этим добавляли так тут вроде все теперь еще advanced ставим две галочки готова apply вроде как все добавил хорошо теперь еще назад вернемся вернем галочку там я просто забыл там галочку сейчас она загружается так и галочку enable ставим apply все сейчас она сохранит готова на этот момент у нас восемьдесят восемь баллов так и теперь нам нужно только подключить вот эти два устройства заходим в wireless хост 1 десктоп пока wireless connect refresh выбираем ssid2 connect и вводим пароль cisco 123 копируем вставляем connect все первое у нас сейчас законнектится можно ли информация сейчас и вот видим он у нас уже приконнектился теперь делаем второй wireless хост 2 заходим на десктоп пока wireless здесь мы заходим в парфайл new profile сейчас cancel нужно скопировать приставим вверх и здесь вот есть вилан вилан 5 это его имя new возможно тут можно любой написать но возможно нет так connect так канцел анонос к второму пытается а стоп нужно не connect a advance это все если у вас здесь не выбралось ssd5 вы его можете ввести вручную но если у вас не приконнектится значит вы неправильно что-то настроили в настройке на л.п. 5 или интерфейса или вилана поэтому перенастройте или введите вручную возможно у вас заработает next next так security ставим vp2 enterprise next и теперь вводим username копируем логин name вставляем и юзер пароль главное чтобы она не скопировала без каких-то пробелов в конце иначе придется давайте лучше вручную введу так юзер w 5 пас все next сейв конграду лично connect to network и ждем подключение все я нажал fast forward и у нас подключилась и у нас 100 баллов я надеюсь у вас тоже получилось это все сделать на этом все пока